Первые радиоуправляемые модели реактивных самолетов появились в 70-х годах прошлого века. С тех пор они превратились в навороченный летательный аппарат. Во многих из них стоит газотурбинный двигатель и используется настоящее реактивное топливо. Это дает возможность людям, не пилотам, почувствовать всю прелесть полета. Радиоуправляемые модели реактивных самолетов могут делать бочку и пикировать, как и настоящие реактивные самолеты. Их скорость достигает 450 км в час. Управлять таким самолетом отнюдь не детская забава, для этого требуется опыт и сноровка. А также деньги, ведь стоят модели до 2000 долларов. Сборка модели самолета начинается с покраски. Аэробрашем его конструкция наносится в форму и будет использована для создания разных деталей. Эта форма будет использована для создания каркаса крыла. Когда краска высохнет, в форму зальют эпоксидную смолу. А потом поместят туда слой фибергласса. Фибергласс укрепляют сверхпрочным углеродным волокном. Следующий слой. Бальза, или пробковое дерево, легковесное дерево из Южной Америки. Углеродное волокно используют в тех частях крыла, куда будут прикрепляться различные детали. И последний слой. Опять фибергласс и эпоксидная смола. Теперь добавляется слой абсорбирующего материала, а потом форма заворачивается в полимерную пленку. Устанавливается соединитель для вакуумного шланга и подсоединяется этот шланг. Вакуум вытягивает воздух, сдавливая все слои вместе. Затем эта деталь подвергается термической обработке. Высокая температура активизирует эпоксидную смолу и соединяет все материалы вместе. Потом собирается деревянный каркас для крыльев. Он укрепляется полосками углеродного волокна, а на края наносятся эпоксидные смолы. Создатели модели осторожно вставляют каркас в оболочку крыла. Вдоль оконечности крыла ставится еще одно ребро жесткости. В алюминиевые трубки каркаса вставляются цилиндры. Затем вдоль периметра оболочки крыла опять наносится эпоксидная смола. В стратегических частях каркаса для прикрепления второй половины формы крыла используется сверхсильный адгезив. Обе детали формы привинчиваются болтами и откладываются в сторону, чтобы эпоксидная смола застыла. Через несколько часов крыло вынимается. Его рисунок был аккуратно перенесен с внешней поверхности формы. Затем специальное устройство вырезает в крылья отверстия, чтобы установить там шасси и моторы, называемые серводвигатели. Это компьютеризированная фрезерная головка. Она режет, не повреждая внутренний каркас. Это крайне важно. Если уйти в сторону на один или два сантиметра, головка повредит так тщательно создававшееся крыло. Модельщик перфорирует слой фибергласса крыла. Он создает шарнирную секцию, называемую элеронами. Это плоскость управления, которая будет заставлять самолет повернуть или сделать бочку. Элероны и другие плоскости управления будут приводиться в действие серводвигателями. Оболочка переднего фюзеляжа готова, и ее можно вытаскивать. Корпусу этой модели реактивного самолета, как и его крыльям, нужен поддерживающий каркас, а также кронштейны для деталей. Еще одна фрезерная головка вырезает их из многослойного листа углеродного волокна. Модельщик приклеивает эти детали внутри фюзеляжа и в хвосте этого реактивного самолета. Эти рамки укрепят всю конструкцию. Это необходимо для выполнения различных маневров в воздухе и целостности фюзеляжа. Смотрите далее. Эта модель реактивного самолета приобретает крылья и готовится к взлету. Из чего это сделано? Из чего это сделано? Управлять таким самолетом задача не из легких и требует концентрации. Это дорогостоящие игрушки. И научиться искусству управлять ими не так-то просто. Все сделанные здесь детали предназначены для этих маленьких самолетов. Пора собрать их вместе и посмотреть, есть ли у этой модели ноги, а точнее крылья. А на заводе отлитые в формах детали этой модели самолета соединяются вместе. С помощью ранее установленных цилиндров к фюзеляжу прикрепляются крылья. Затем модельщик переходит к хвосту самолета и прикрепляет стабилизатор, руль управления и вертикальное хвостовое оперение. Все склеивается сверхпрочным клеем. Затем строится двигатель. Этот электрическая система с вентилятором в кольцевом обтекателе. Он ставится в маленьких самолетах. Сначала модельщик собирает корпус, куда будет поставлен вентилятор с его двигателем. В этот каркас он также опускает аэродинамические поверхности. В результате образуются четыре трубки, которые будут направлять воздушный поток. Он опускает электрический двигатель на алюминиевую втулку. Потом все это с наружной стороны закрепляется винтом. Следующая деталь – механизм управления скоростью. Он припаивает его провода к проводам, выступающим из мотора. Затем мастер помещает весь механизм в вертикальную трубу и на время откладывает эту деталь в сторону. Теперь он занимается вентилятором. Он подсоединяет его к испытательному устройству. Вентилятор вращается, и прибор следит за вибрацией. Если вибрации есть, значит лопатки плохо сбалансированы. Прибор показывает незначительную вибрацию. Мастер немного его отлаживает, а затем устанавливает. Модельщик прикрепляет вентилятор к валу электродвигателя и закрепляет его болтом в центре. Теперь самое время проверить работу этого двигателя, запустив его на испытательном участке. Модельщик выжимает полный газ и измеряет создаваемую им тягу. Двигатель проходит испытания и устанавливается в фюзеляж этой модели. Позднее этот двигатель с вентилятором в кольцевом обтекателе будет подсоединен к аккумуляторной батарее. Теперь он переходит к шасси и прикрепляет воздушные цилиндры к передним и задним колесам. Накаченный в эти цилиндры воздух уберет колеса после взлета. Эта же система выпустит колеса при посадке. Затем лист прозрачного термопластика превращается в детали фонаря кабины пилота. Аппарат нагревает пластик, а затем помещает его в две формы. За какие-то секунды пластик затвердевает и создаются два прозрачных пластиковых пузыря для фонаря кабины. По той же технологии за несколько секунд делается каркас кабины пилота. Кабина установлена, а в ней кукла пилота. Это копия самолета времен Корейской войны, летавшего в 50-е годы, снова готова вступить в бой. Остается только поставить систему радиоуправления. Это будет сделано владельцем этой модели после ее покупки. Здесь даже самой маленькой детали уделяется много времени. В некоторых таких моделях самолетов для большей аутентичности стоят газотурбинные двигатели. Когда установлены приборы радиоуправления, самолет готов к выруливанию на взлетную полосу. В последний раз проверяется система управления. И, наконец, пришло время поднять эту модель в воздух. Маленькие турбореактивные двигатели работают и звучат, как настоящие. Эти самолеты грохочут и взмывают в небо, и могут выполнять различные воздушные трюки. Конечно, все зависит от мастерства того, кто запускает этот самолет, и отлично выполненной работы на заводе. Но, похоже, этот самолет совершил мягкую посадку. Миссия выполнена. Конец связи. Продолжение следует...